Волгоград 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 В этом году Бессмертный полк проходил в новом формате. Участники проплыли на теплоходе по Волге с портретами героев Великой Отечественной войны, прикрепили их фото на автомобиле или просто решили привычно пройтись с ними по городу. Это Новиков Анатолий Фомич, он участвовал в разгроме японских войск на Дальнем Востоке. А это Казаков Кирилл Трофимович, он был артиллеристом, воевал на легендарных колесах. Очень трогательный день. Это их победа. Это наше голубое небо. Мы им безумно благодарны. В этот праздничный день никто не сдерживал эмоций. Все говорили спасибо защитникам Родины и поздравляли россиян с Днем Победы. Хочу поздравить с этим великим праздником всех волгоградцев. Пусть всегда будет чистое светлое небо, мирное самое главное над головой. Хочется крепкого здоровья всем ветеранам пожелать, всем волгоградцам, всем россиянам. Пускай все будет у всех хорошо. Дорогие волгоградцы и наши дорогие гости, которые приехали в город-герой Волгоград. Ну а сегодня Сталинград. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой. Победа будет за нами, наша сила в правде. Сталинград поздравляем с 9 мая. Желаем также процветать и чтобы все жители и приезжие города были счастливы. Сегодня такой замечательный день, день Победы. Мы хотим, чтобы мирные дни были не только в нашей стране, но и во всем мире, на всей нашей планете. Потому что чего нам делить. Я всех поздравляю с этим прекрасным праздником. Каждый год для нас это самое мирное, доброе, светлое событие. Я желаю вам здоровья, мирного неба над головой, чтобы каждый день вам сопутствовало только счастье, удача и крепкое здоровье. На набережной также прошли авиационные соревнования за Кубок Великой Победы. В небо поднялись реактивные самолеты Л-29 и самолет Як-55. Выступления приковывали взгляды зрителей, а облачность позволяла следить за каждой фигурой высшего пилотажа. Вечером волгоградцев ждал праздничный концерт и фейерверки в каждом районе города. Анжела Умбетова, Роман Миколенко. Телеканал Волгоград-1.